Добрый день, уважаемые трейдеринвесторы. Сегодня 12 января, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании ИнстаФорекс, логотип которой мокрыми отчасти глазами вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, сегодня ваш покорный, но не всегда дальновидный слуга еще не сгенерировал ни одной статьи, поэтому давайте переключимся к графикам и посмотрим, что сегодня можно поторговать в этот новостной день. Итак, давайте переключимся сначала к новостям. Дело в том, что у нас сегодня очень веселый денечек. Сегодня у нас инфляция в США, есть такая страна, и сегодня число первичных заявок на получение пособия по безработице. Дело в том, что все ждут этих данных. Какие они будут, естественно, никто не знает. Но дело в том, что вы должны понимать, что сегодня не одна новость, а две. И эти новости могут друг с другом коррелировать, а могут и не коррелировать. И в зависимости от того, от цвета и дельты этих новостей, соответственно, могут быть разные реакции рынка. Поэтому вы должны понимать, что это все нужно смотреть в моменте. Никто не сможет предугадать эти новости с большой вероятностью до того, как они произойдут. Напоминаю, что прошлая инфляция, это была просто вертикальная линия на фактически там минутном таймфрейме, и зайти в нее было нереально. Рынок растянулся на 1250 пунктов. Вот. Была еще инфляция у нас в ноябре, и это тоже была просто вертикалка. Зайти в нее, ну, во всяком случае, вот в ноябре можно было через паттерн натяжка. То есть тянули-тянули вниз, бахнули наверх. Вот. Что-то я больше потом не отмечал. Ну, в принципе, можете провести этот анализ тоже. Что у нас здесь еще? Вот в декабре два дня подтягивали вниз. То есть здесь американцы падали, здесь падали, и потом все выстрелили вверх. Ну, то есть через натяжку можно понять. Сейчас пока тянут наверх. Это, конечно, не очень хорошая новость для тех, кто хочет покупать, либо держать покупки. Но могут дать, конечно, вертолет кинуть вниз, а потом идти наверх. Дело в том, что на паре евро-доллар у нас сейчас идет отработка пин-бара вот этого захватчика. Давайте чистенький шаблончик кинем. Вот. И основной целью будет являться вот этот майский экстремум. Я думаю, что его в ближайшее время заберут. Заберут с большой вероятностью. Уже немножко осталось. Если его заберут, то сверху целей не будет, к сожалению. Но цели будут внизу, потому что вот этот пин-барчик, да, тут понаоставлял хороших следов. Вот примерно так. То есть прям каких-то жестких, классных, суперцелей я здесь пока не вижу. Поэтому жду обновления вот этого ха и буду следить за новостями в моменте по евро-доллару. Золотишко. Вчера, кстати, очень-очень качественно подрезало небольшую площадочку. Причем уже два раза. Вот. Кто следит за вот этими проделками золота на вот таких вот моментах, те, конечно, в хороших плюсах. Потому что ложные пробочки по золоту, это прям, прям песня. Но остался вот здесь тоже уровень зеркальный. Его еще никто не трогал. Это, конечно, тоже не очень хорошо. Золото перетянуто как барабан, пробило здесь все, что есть. Могут, конечно, искорректиться. Вот. Но я пока здесь тоже прям супер классных площадок не вижу, кроме вот этого зеркального уровня. Поэтому буду смотреть в моменте. Если побреет хая и будет шартовый импульс, буду охотиться вот в эту площадку. Вот. Если уйдут сразу в космос, как говорят, to the moon, вот, то, значит, без нас. Вот. Но последние вот пару, пару инфляций были на to the moon, вот, почти. Ну, не почти, а вообще без откатов. Фунтик. 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 Напоминаю, что по фунту вообще интересная ситуация. Пин-бар, который был порожден первой недели января, он расторгуется положительно. Вот. И расти как бы есть куда. То есть, с точки зрения банального древнегреческого технического анализа свечного, да, у нас пин-бар в лонговой тенденции и рост, рост как минимум до обновления вот этого экстремума, а то и следующего, я имею в виду, недельного. Так. Доллар-иена. Доллар-иена. Доллар здесь сдувается. Вот. Ну, по большому счету, я говорил уже вчера о том, что зол, что иена, иена все свои задачи выполнила по захвату стопов и сверху, и снизу. Вот. И теперь может просто баражировать в своем нисходящем тренде, собственно, перекрывая все проделки куроды, которые здесь терпел весь этот рост с начала прошлого года. Пока здесь, к сожалению, я не вижу никаких сигналов никуда. Так, что касается кросс-курсов и сеточных стратегий, которые мы используем на кроссах и на доллар-франке. Те, кто цеплял доллар-франк с пробоем минимума текущего года первым ордером, должны были зафиксить неслабую прибыль под полторашечку пунктов. В принципе, все. Если опять будет падение, можно опять подбирать на новое зеркало, которое вы перекрываете вот таким образом. Если первая сделка будет давать от 1000 пунктов, ну, 1000, скажем так, забирайте прибыль и радуйтесь жизни. Так, что касается канадца-франка, которого мы набирали в прошлом веке, дружной сеткой лимитных покупок канадца-франк начинает расти. И я думаю, что настроение у вас тоже поднимается, потому что ваша сеточка приближается к нулевой ватер-линии, за которой последует феноменальный профит, как говорят. Выход с профитом из этих позиций на уровне 0.7. Что делать, если вы не в сделке? Можно кусать локти, если вы дотянетесь. Если не дотягиваетесь, а я вас понимаю, то можно поставить сетку лимитных покупок шагом вниз 500 пунктов и вверх сетку байстоповых продаж, покупок шагом те же самые 500 пунктов. И, возможно, вам повезет. Так, 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 так. Так, поехали дальше. Канадец-иена, Канадец-иена подваливает, подваливает. И это очень хорошо для тех, кто хочет поднабрать этот инструмент ниже минимума текущего года, потому что с хаев этот инструмент почти безоткатно ушел на 15 тысяч. Вот, и здесь можно будет рассчитывать на какие-то корректусики, ну, как минимум, вот, от зеркальных уровней, куда он может прилететь в этой зоне поднабрать его. Присмотрите, здесь интересно. Франк-иена, также, напоминаю, шаг 1000 пунктов. Если будете набирать, то лучше, конечно, под вот этим зеркалом. И тем самым вы, ну, разобьете время покупки этих двух инструментов, которых объединяет, представьте себе, иена. Ауди-кат. Ауди-кат пытается подрастать. Ну, я думаю, что все текущие тенденции сегодня такие коррекционные, потому что все ждут новости по баксу. А доллар у нас коррелирует с канадским долларом, и здесь тоже все, я думаю, сегодня полетает. План на набор сетки шортов показан на графике. Вот, но если вы держите новозеландец-канадец, то лучше ауди-кат здесь не набирать, потому что вас будет, друзья мои, объединять канадский доллар, который может запилить. Сами знаете, насколько. Потому что он связан с нефтью, друзья мои. Есть такая черная жижа. Новозеландец-франк в этой зоне нам не интересен, но если будет расти и дальше, то я думаю, что, наверное, продавать мы его будем вот здесь. Вот все-таки, начиная от этой зоны и выше, не от этой. Сетка лимитных продаж у нас начнется через какую-то тысячу пунктов. Австралийц-Новозеландец болтается в зоне 60%. Кто-то ждет откатов 50%. Я ничего не жду, все закрыл, уже потратил и жду новых торговых ситуаций, которые показаны, зоны интересов, которые показаны у меня на графике синим цветом. Нефтяночка, нефтяночка растет. Слава богу, растет. Я покупал ее на H4. Я что-то оставлял. Да, я оставил одну позицию. И вчера еще, вчера еще я торговал на новости. У нас в чате в торговом появился трейдер, который постоянно напоминает, что запасы нефти в США и надо их торговать. Я, наконец, проснулся от новостной спячки и решил вчера приедануть новости. Очень любопытная ситуация, хотел показать. Просто банальнейшая история. Выходят новости вот здесь. Запасы нефти в США. Американцы накачали много. Соответственно, ну здесь некие у заходов нет. И после этого, буквально через там в течение трех минут произошел мощный бычий импульс, который породил вот эту вот площадку. Вот я героически натянул расширение Fibonacci и начал покупать с полтосика первая сделка и вторая чуть ниже. И, собственно, забрал эту третью волну на пробой этой двойной вершины. Прикольный, новостной, простой, понятный тренд. Вот, если кто любит такие, подключайтесь к нашу торговую чат. Как это сделать? Можете написать в телеграме, спросить под этим видео. Так, биточек подрастает и создал двойную вершину, насколько я понимаю, не пробив ее, да? А, пробив чуть-чуть, все-таки пробил, подлец. Подлец пробил или нет? Да, чуть-чуть кольну. Ну, вот такая вот слабость американского доллара. Ну и, в принципе, логично, что в начале года инвесторы начинают куда-то вкладываться. Пусть это будет биткоин, ну, дай бог ему здоровья. Если будут какие-то откаты, сбросы, ложные пробои, будем присматриваться к лангам. И вчера я забыл рассказать про Теслу. Я показал статью, которую я написал, и не показал, собственно, сами саму идею торговую. Банальнейшая торговая идея, мне ее подсказали, опять же, трейдеры с чата моей партнерской программы, куда вы можете попасть абсолютно свободно и бесплатно по ссылке под этим видео. Присмотреться к покупкам Теслы. Ее начали откупать от 100 долларов. Вот, прошел импульс, откатик. Вот, я тут подкупился. И, собственно, площадочка вот эта вот уже забрана. Видите, вчерашним пин-барчиком ее уже вот здесь подрезали. Ну вот, ну, в принципе, может продолжить расти и дальше, в зависимости от сегодняшних новостей по баксу. Ну вот, ну, возможно, это уже разворотик, и Кэти Вуд наконец-то увидит какую-то прибыль вместе с нами. Доллар-рубль подваливает, подваливает. Ну, если, если сегодня инфляция выйдет не очень, то я надеюсь, что мы увидим нормальные ценники по рублю и будем радоваться этим ценникам, покупая китайские безделушки. Так, фонда американская прет, NASDAQ прет, S&P прет, но, но, опять же, сегодня все это может либо перекрыться, либо развернуться. Напоминаю, что по S&P очень любопытная ситуация на неделях. Я очень хочу посмотреть, как вот эти три пин-бары должны отработать. А хватит ли запала, либо нет, решится сегодня. Напоминаю, что прошлая инфляция, это вот эта падающая свеча. Если будет так же, как и в прошлый раз, то вся эта конструкция поломается. Так, ну и по большому счету все. Давайте приступим к ответам на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. 8 комментариев, поехали. Роман, что-то вы форум опять забросили. Блин, еще форум. Я забыл про форум. Да, да, да. Так, яду в хороший потенциал, ауди франк, евро, ауди, еврокат. Возьмите на заметку, кто торгует. Еврокат. Ну, давайте глянем. Глянем еврокат. Чуть давненький я не смотрел. Еврокат, 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 еврокат. Так, 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 евро, ауди, еврокат. Давайте евро, ауди, потому что, а, ну, еврокат тоже есть. Так, по сеткам, по сеткам еврокат. Кстати, да. Да, смотрите, на дневочках инструмент прошел, ну, прям много, много. Под 16 тысяч, и вот в этой зоне, давайте чистенький шаблончик, чтобы вас не пугать, прям здорово. Вот здесь его можно потрепать в шорты, друзья мои, вот здесь, вот в этой зоне. Если он залетит сюда, то вот такой корректусик можно снять. Я думаю, по другим инструментам у этой группы будет аналогично. Спасибо за сигнал. Кат франк можно закрыть сделки с профитом на 0, почти 7. Здесь проходит линия сопротивления, после небольшого отката можно перезайти пониже. Ну, можно дергаться, можно не дергаться. Ну, в принципе, плюс-минус 0,7, да. Ольга Воробьева, спасибо за обзор. Биткоин сейчас смотрю с часа, там площадок больше. Ольга, проверьте свои идеи по битку в симуляторе. То есть, насколько биток рубит свои площадки на часе, и насколько это стабильно. Можно ли цифры озвучивать конкретно без двух локтей? Да, да. Так, Сергей, здравствуйте, поскажите, не могу ли выставить лимитку на покупку Теслы? Пишет, рынок не работает. Какое время он работает? Ну, я так понимаю, в американское время, когда в Америке день, тогда он и работает. Там же гэпы, вот эти вот, он же у нас не круглосуточный. То есть, во время американской сессии. Руслан Салахов, это правда, H4 на битке удачно отрабатывает. Интересно было сравнить H8, H12. Нифига себе, но такие T-Frame на бесплатном аккаунте, трейдинг, вью, недоступные. Ой, ну, знаете, как бы еще платить за H8, H12, ну, я думаю, это достаточно H4 с головой. Ждем 18.30, но я так понимаю, что это по Москве 16.30. Да, сегодня основные события это новости, инфляция. Ждем этого времени. В рынок, ну, вы можете, конечно, отработать натяжки, но, опять же, за несколько, там, не знаю, минут до новости что-то попробовать отработать. Но учтите, что если вы будете коротить на новостях, либо до новости зайдете и поставьте короткий стоп, вас может по стопу не выбить. Вас выбит гораздо дальше, и вы будете в печали. Это называется проскальзывание, и вы должны понимать, что оно бывает на новостях, и ничего вы, к сожалению, потом никому не докажете. Поэтому будьте осторожны с ограничением рисков до выхода новости. Я стараюсь подыскивать ситуации после выхода, то есть какие-то импульсы, откаты, трешки, как сегодня было, собственно, на нефти. В принципе, что? Что для любителей, для любителей поторговать, ну, так, в средний срок на сетках, рекомендую подключаться к моей партнерской программе и открывать счета без начисления свопов вообще бессрочно. Вот как это сделать, можете спросить в телеграм-чате по вопросам партнерской программы. Также доступны счета с ультраспредами, я недавно снимал видео, как они выглядят, это очень зрелищно, друзья мои. На этом у меня все, понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии, и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. ПостальERS ПостальERS Продолжение следует...